Да-да, друзья, не удивляйтесь. Этот небольшой храм находится прямо рядом со строительным рынком. Куда я, в общем-то, сейчас и прибыл, чтобы закупить ламинат на объект. А также, чтобы затариться и политичным клеем, но уже для другого объекта, еще не завершенного. Где нужно будет выложить клипку на пол в ванной комнате. В общем, видео будет познавательным и интересным, так что не переключайтесь. Укладку плитки на пол в этой ванной комнате я произвел примерно за какие-то 10 минут. Без всяких систем выравнивания плитки типа DLS. Так как укладка плитки здесь производилась под идеально ровной поверхностью наливного пола. Здравствуйте, дорогие друзья. В этом видео речь я поведу о укладке плитки на пол в ванной комнате. То есть ванна в этом помещении в нашем случае будет устанавливаться после укладки плитки на пол. Хотя бывает и наоборот. Плитку за ванной на пол иногда не укладывают. Но это, разумеется, когда хотят сэкономить на материале. И это, разумеется, зависит только от заказчика. А ни в коем случае никак не от самого мастера. В нашем же случае все в порядке. Сначала будет произведена укладка плитки на пол. Затем будет произведена установка ванны на этот пол. И далее только останется завершить укладку плитки на нижнюю часть стен в этой ванной комнате. Ну и, разумеется, смонтировав каркас экрана под ванной из металлопрофилей. Который будет затем обшит, нет, друзья, не гипсокартоном, а ГВЛВ. То есть гипсовлокнистым влагостойким листом. По поверхности которого затем и будет произведена укладка керамической плитки. Ну и чуть забегая вперед, наглядно я сейчас объясню специально для новичков, как это примерно в итоге будет выглядеть. Ну, в общем, как-то вот так, друзья. Укладка плитки на пол будет произведена очень быстро. Нет-нет, друзья, вовсе не потому, что я здесь буду использовать при укладке плитки систему для выравнивания плитки типа DLS. Она вовсе здесь ни к чему. И это абсолютно лишние затраты и лишние движения. Если поверхность, на которую будет производиться укладка плитки, идеально ровная. То есть подготовленная. В моем случае поверхность выравнивалась наливным полом, речь о котором я, в общем-то, и вел в одном из предыдущих своих видеоуроков на своем канале. Кто из вас не смотрел этот подробнейший мастер-класс, вы его сможете посмотреть после просмотра этого видео. Ссылку на ролик, как сделать наливной пол своими руками, я оставлю под этим видео в описании. Так что смотрите, набирайтесь опыта и делайте ремонт своими руками. А мы с вами, друзья, катим дальше. Прежде чем приступать к укладке плитки, сначала, разумеется, нужно прикинуть место расположения плиток. То есть, как в итоге все это дело будет выглядеть. Для этого я обычно выкладываю плитки для начала под прямым углом. Вот таким вот образом. Проверяя заодно, есть ли вообще четкий прямой угол в помещении. В моем случае, как видите, он есть. И с этим все в порядке. Далее я смотрю по ширине, какой подрезок остается по краю. И с какой же все-таки стороны его лучше оставить. Обычно это зависит от места расположения мебели, с какой стороны она будет в дальнейшем располагаться. И какая сторона будет более открытой, разумеется, именно там и должна будет располагаться целая плитка. В моем же случае, как видите, соблюдается равномерность. Хоть с этой стороны и остается у стены небольшой зазорчик в пару сантиметров, но это в моем случае не критично, так как впоследствии здесь будет сооружаться маленький коров из гипсовлотнистого листа на длину всей стены. И затем все это дело будет обкладываться керамической плиточкой. Далее самое главное, где без подрезков уж точно практически никогда не обходится. То есть это по длине помещения, так как здесь, друзья, мне еще нужно будет вымереть и место расположения экрана под ванну. И желательно, чтобы целая плитка начиналась именно от нее, то есть от экрана ванны. И в этом самом видном месте уж ни в коем случае не должен торчать какой-то обрезок плитки, как придет он там, либо как попало. В нашем случае ширина ванны будет составлять 75 сантиметров, значит берем в расчет 74 сантиметра, так как плитка на экране будет заходить за борт ванны на 1 сантиметр. И в итоге, не поверите, у меня с точностью до миллиметра до края умещаются две целые плитки, что, кстати, очень будет хорошо смотреться на входе. Ну и теперь двигаемся навстречу к той стене. Здесь, как видите, подрезок составляет порядка 7 сантиметров. То есть, как вы, наверное, уже поняли, все предварительно прикинув и вымерев, можно сразу еще до укладки плитки подготовить, нарезав все подрезки, которые необходимы для укладки. Чтобы потом при укладке плитки на эти дела уже не отвлекаться и заниматься только одним делом. Вот это-то, кстати, и есть второй секрет плиточника, как можно работать быстро и качественно. Ну а первым секретом, как вы, наверное, помните, было то, что нужно сначала подготовить поверхность к укладке плитки, то есть ее выровнять. Сделать это можно как обычной стяжкой, так и наливным полом. Это уже будет все зависеть от какой-то отдельно взятой той или иной ситуации. Прежде чем начинать укладку плитки, хоть на пол, хоть на стены, не важно, всегда грунтуйте поверхность. В своем случае я это сейчас сделаю грунтовкой глубокого проникновения с антигриковыми добавками. После того, как прошлись по поверхности грунтом, после истечения одного часа, затем можно приступать и к укладке плитки. Но есть одно но, и не забывайте об этом. Это, кстати, касается вас. Да-да, именно вас, новичков, и касается. Как положите первую плитку, так у вас пойдут и все остальные. А именно, когда будете первоначально раскладывать плитку, как я это вам уже показывал чуть ранее, и прикидывать, что к чему, не забудьте поставить метку на одной из крайних плиток, как она была расположена. Примерно вот таким вот образом. Вот впоследствии-то при укладке вы и начнете укладку первой плитки, ориентируясь от этой метки. Это-то и есть секрет номер три, как произвести укладку плитки безошибочно и точно, как это изначально и планировалось. А не уйти куда-то там под конус на один или два там сантиметра, так как это элементарно очень просто происходит. Если, к примеру, первая плитка развернута на пару миллиметров, всего лишь на пару миллиметров, повторяюсь, куда-то не туда, что, кстати, визуально на глаз по одной плитке определить практически невозможно, то где-то там в конце помещений эти пару миллиметров могут превратиться и в пару сантиметров. Если вы плитку укладываете медленно, то есть если вы являетесь новичком в этих делах, то не забывайте еще об одном нюансе. Тонкий слой плиточного клея, уложенный под гребенчатый шпатель, под плиткой схватывается очень быстро. И чем больше времени пройдет после укладки плитки, тем меньше шансов у вас будет в дальнейшем поправить эти плитки как надо. Так что, друзья, до укладки первой плитки желательно для начинающих ставить метку. И уж тем более, если стены в помещении будут развернуты, то есть если в помещении будет отсутствовать прямой угол. В своем случае я поставил метку в конце второго ряда, ну а для чего она в дальнейшем послужит, об этом чуть позже. Теперь пришло время приготовления плиточного клея. Работать я буду плиточным клеем старателей плюс. Ну и многих начинающих, наверное, интересует вопрос, в каких же пропорциях вообще нужно разводить плиточный клей. Ну, лично мне-то эти пропорции известны, а вот для вас, новичков, думаю, это будет не лишним. Итак, давайте вкратце пробежимся. Что же пишет и рекомендует на упаковке этого плиточного клея сам производитель. Назначение. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. В общем, клей подходит как для укладки плитки внутри помещения, так и снаружи, то есть на улице. Особенности. Подходы для приклеивания плитки на прочно закрепленные ГКЛ и ГВЛ, то есть при монтаже экрана под ванну и при укладке плитки на гипсоволокнистый лист этот клей нам вполне подойдет. Подготовка основания. Поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли, а также поверхность должна быть прогрунтована. Ну, о чем я, в общем-то, ранее и говорил. Приготовление раствора. На 1 кг сухой смеси нужно будет добавить четверть литра воды. Ну, а на целый мешок в 25 кг потребуется от 5,5 до 6,5 литров воды. Далее, нанесение материала. Ну, то, что клей наносится при помощи зубчатого шпателя, думаю, не для кого особо секретом не является. Ну, и вот этот пункт, думаю, для многих будет интересен. Это расход материала. Расход плиточного клея составляет от 3 до 5 кг на 1 квадратный метр. Ну, это, конечно, в первую очередь будет зависеть от того, какой гребенчатый шпатель вы будете использовать. В моем случае это гребенчатый шпатель с зубьями в 8 мм. Ну, все, можно на этом сказать, что краткий обзор завершен. Теперь можно приступать и к приготовлению плиточного клея. На это помещение мне, разумеется, знаю я это уже по многолетнему опыту, так как глаз в этих делах у меня уже наметан. Целого мешка плиточного клея мне здесь не нужно. Вполне достаточно будет и одного ведра готового раствора. Для приготовления плиточного клея сначала наливаем необходимое для этого количества воды в ведро. И только затем высыпаем плиточный клей. И ни в коем случае не наоборот. Далее все это дело сразу же начинаем перемешивать. И еще хотел бы добавить, что при приготовлении плиточного клея иногда раствор получается чуть гуще, либо чуть пожиже. Так вот, по личному опыту знаю и вам скажу, что уж лучше пусть раствор будет пожиже, чем погуще. Так как при этом адгезия к основанию повышается в разы. Ну и разумеется, работать с таким клеем, который пожиже, тоже проще. После того, как раствор был приготовлен, нужно дать ему отстояться минут 5. Так как именно в этот момент в нем происходят различные химические реакции. По истечении 3-5 минут перемешиваем смесь вновь. И только после этого плиточный клей готов к его использованию. Как я упоминал уже чуть ранее, укладка плитки будет производиться гребенчатым шпателем с зубьями 8 мм. Для укладки плитки на идеально ровную поверхность пола этого более чем достаточно. Кстати, плитка эта не из дорогих, а точнее она самая дешевая. Кстати, из одной же коллекции, что и эта настенная плитка. Но раз она дешевая, это вовсе не значит, что она плохая. Как видите, все выглядит довольно-таки достойно. И даже затирка была приближенно подобрана под цвет этой плитки. Цвет затирки называется «Натура». И наверное назвали ее так, как я уже обратил на это свое внимание, из-за сходства с цветом тела человека. Но правда, эта настенная плитка была чуть кривовата. И с ней при ее укладке мне пришлось немного повозиться. Кстати, ссылку на этот видеоролик я тоже оставлю в описании под этим видео. И кто из вас не смотрел тот видео урок по укладке кривой плитки на стены, после просмотра этого видео можете смело переходить по ссылке под этим роликом и наслаждаться его просмотром. Клей сначала будет наноситься на поверхность пола и затем укладываться плитка. И прежде чем наносить клей на поверхность пола, я и поставил эту линию, о которой уже говорил чуть ранее. Она будет служить меткой при нанесении плиточного клея, чтобы не наносить лишнего. То есть за эту черту. И не разводить тут грязь. Так как лишний клей будет все равно подсыхать и остатки придется убирать. Потому клей я буду наносить четко на два ряда. А затем еще на два. Но прежде уложим первую плитку, сделав предварительно своеобразный слой на сгир плиточным клеем по поверхности пола. На этом участке для наилучшей адгезии. Затем наносим плиточный клей на плитку и укладываем на место вдоль ранее поставленных меток. После укладки первой или нескольких плиток по ранее размеченным меткам на полу, можно дать им схватиться какое-то определенное время. Ну, к примеру, минут 30. Чтобы при укладке последующих плиток не сдвинуть их с места. Это в первую очередь я рекомендовал бы делать новичкам. И уж тем более, если укладку плитки вы будете производить на больших площадях. Я же в своем случае начну укладку плитки прямо сейчас. Для эксперимента я заселк время. Ну и, в общем-то, погнали. Сначала я вот таким вот образом набрасываю плиточный клей на поверхность пола. А далее все это дело буду разгонять владелкой. После нанесения клея на поверхность, далее в дело пускаем гребенку. При работе держим инструмент под 45 градусов. Лишнее сразу сбрасываем в ведро. Таким вот движениями ручками. Раз и все. Шпатель чист. Далее остается только, особо не напрягаясь, укладывать плитку на эту поверхность, подгоняя плитку к плитке. И регулируя при этом швы крестиками. В моем случае они будут в 2 мм. Перед укладкой плитки заранее плитку не помешает откалибровать, так как она практически всегда кривая. И причем не только дешевая, но и так что подороже. В этом уже нет никаких сомнений, так как за свою многолетнюю практику, уверяю вас, я навидал со всякого. При укладке плитки нужно не просто ее класть на плиточный клей, но и давать на нее вибрацию. Но не кулаками, как это некоторые делают, травмируя свои руки. А для этого под рукой должна быть киянка. Малая или большая, это не важно. И вот такими вот легкими постукиваниями завершаем процесс укладки каждой последующей плитки в ряду. Некоторые из вас, наверное, сейчас думают, что можно было, в общем-то, все это сделать и на глазок без всяких этих разметок. Лично я вам скажу, что делать этого не стоит, так как чтобы сделать разметку требуется всего лишь минут 5 времени. И при этом вы получите ожидаемый результат от проведенной работы. При разметке плитка у вас придет в конце как надо и куда надо, без всяких там конусов и прочих погрешностей. После проведенных манипуляций, плиточный клей под плиткой распределяется равномерно. И в итоге слой плиточного клея под плиткой снижается с 8 до 4 мм. В конце укладки плитки у двери я проведу наглядно небольшой эксперимент. И мы с вами заглянем под плитку после ее укладки. Что же там на самом деле творится? То есть сначала положим плитку на клей, а потом ее обратно снимем. Продолжение следует... После укладки плитки на первые два ряда я опять также наношу плиточный клей на основу пола и продолжаю укладку плитки в том же духе. Продолжение следует... 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 И еще чуть не забыл упомянуть. При укладке плитки, помимо ее калибровки перед укладкой, есть еще один нюансик. На задней части плиток отображены стрелки. Так вот, при укладке их нужно располагать в одном направлении, а нужны они как ориентир, чтобы соблюдать рисунок на плитках. Попадаются плитки, на лицевой части которых нанесен хаотичный трудно различимый рисунок. И при укладке нескольких экземпляров в разнобой, то есть без соблюдения одного направления, то бишь по этим самым стрелкам, различий особо на этих нескольких уложенных плитках как бы не видно. Но после завершения объема побольше, либо всего помещения картина, все же в большинстве случаев проявляется. То есть отдельно взятые какие-то плитки, уложенные рисунком в другом направлении, несколько выделяются из общей картины. Практически вся плитка уже уложена, осталось положить последнюю, но прежде, как я уже говорил чуть ранее, мы сейчас проведем небольшой эксперимент. В общем, положили сначала плитку, как и обычно, я даже постукивать к янке не буду, достаточно будет и вот таких вот движений рукой. То есть притопили, и теперь давайте снимем и посмотрим. Да, очень тяжело. Вот такие вот у нас пироги внутри, а точнее тесто. Ну все, в общем, друзья, можно сказать, что дело сделано. На укладку плитки в этом помещении у меня ушло почти одно ведро, как видите, клея. А если точнее, на укладку 22 плиток размером в 33 на 33 сантиметра. И на укладку всей этой площади мне потребовалось всего лишь чуть более 10 минут времени. Некоторые плиточники, боясь ошибиться, начинают укладку плитки от двери в конец помещения, а на следующий день докладывают вторую половину. Я же в своем случае, как вы поняли, в более чем 100 крат сократил время укладки, просто точно все изначально прикинув и разметив. На что у меня ушло изначально где-то минут 5-10 времени. Раз уж тема этого видео была посвящена укладке плитки на пол, постараюсь по максимуму дожать эту тему до конца. И поясню начинающим, что при укладке плитки даже на идеально ровную поверхность пола, либо стен, бывает не всегда все гладко. Если плитка, которую вы будете укладывать, кривая. Нет, не в том плане, как в этом случае, когда плитка оказалась чуть больше, либо меньше предыдущей плитки, на чуть более 1 мм. Это особо и не является проблемой. Я сначала в своем случае выложил те плитки, которые побольше, а в конце пустил те, что поменьше. И, как видите, особо в глаза ничего не бросается. Ситуация куда намного сложнее предыдущей, то есть когда плитка кривая на конус. Скажу я вам, это вообще полная жесть. Разумеется, такая плитка тоже калибруется. И укладка такой плитки, понятное дело, будет производиться куда более медленнее, чем обычные плитки. Разумеется, и сама укладка такой плитки производится тоже особым образом. Ну и третья ситуация, которая часто встречается, подчеркиваю, у дешевых плиток, это когда плитка выгнута, либо вогнута вовнутрь дугой. Проверяется это очень просто. Просто прикладываете шпатель по диагонали на плитку и поднимаете плитку на свет. И смотрите. Если просвет есть, как в моем случае, то значит плитка кривая. В моем случае кривизна не критичная. И особо на качество укладки, как видите, она никоим образом не сыграла. Критична она, когда кривизна зашкаливает. Когда, к примеру, все четыре края плитки торчат вверх либо вниз. То, уверяю вас, редко кто из мастеров берется за такую работу. Скрыв пачку, это очень легко проверить. Просто нужно взглянуть на углы. В таких случаях любой мастер должен предупредить заказчика о последствиях после укладки такой плитки. Чтобы не было потом никаких недоразумений. При укладке такой плитки, применяя, к примеру, систему выравнивания пола DLS, в полной мере, в общем, она вам не поможет качественно уложить плитку. Если будут пустоты, к примеру, по всем четырем краям у плитки. Мало будет просто тупо применить систему DLS, так как для качественной укладки нужно будет еще и особым образом точно наносить плиточный клей. Чтобы клей полностью заполнял пространство под плиткой без всяких пустот. О решении двух вышеперечисленных проблем, когда плитка кривая дугой, либо на конус, либо и то, и другое два в одном, я как-нибудь обязательно посвящу этой теме отдельное видео на своем канале. А у меня на этом на сегодня все. И мне остается с вами лишь попрощаться и пожелать вам только качественно проведенного ремонта. И только качественными материалами. Получая при этом идеальный результат. В общем, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет в описании под этим видеороликом. Обращайтесь. Всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok